Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели, и сейчас у нас в программе «Личное утро» в прямом эфире художница Ева Бондаре. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы ведем программу эту с Марисом Моркенсом. Наталья Михайлова, звукорежиссер Евгений Копеин. Все так же и телефон у нас 67212-93,9 и 67213-93,9. Также видеочат на портале Микс Ньюс ЛВ и так же на страничке в Фейсбуке. Вы можете писать свои вопросы для Евы. Да, и вы хорошо знаете нашу сегодняшнюю гостью. Она и к нам в студию приходила, но не только поэтому. Вы знаете, что Ева Бондаре в свое время завоевала титулы Мисс Латвия 97, Мисс Мира 98. И вообще она очень красивая. Мама троих детей и также жена нашего известного политика Мартинша Бондарса. Ева, мы начинали эту программу в 8 часов. На другую тему мы обсуждали случай в Абракцемсе. Ну, вы наверняка слышали про пропавшего мальчика, которого нашли через сутки. Вот, хотелось вас спросить сначала, как маму троих детей, вот, были такие случаи в вашей жизни, когда дети терялись куда-то, вот, внезапно? Не так, может быть, надолго и так далее. Ну, вот, мы как раз говорили об ответственности родителей за это и так далее. И тоже говорили о том, что дети, они имеют такое свойство куда-то исчезать внезапно, потом внезапно находиться. Ну, слава богу, что вот так все закончилось. В ваших случаях были такие жизни? Нет, ну, слава богу, такой случаи не было. Я не знаю, что я бы сделала. Можно действительно ум с ума сойти. Но моя маленькая иногда спрятывалась в магазинах, когда была помещена. А, тоже, да, было такое? Нам слышатель тоже рассказывал. Да, я в эту секунду, вот здесь рядом стоит, и вдруг нет. Она просто под этими... Спряталась под полку, да? Нет, под полку. И смеется. Она играла, да? И я знаю, эти, ну... Эмоции. Эмоции, и эта страсть, ну, состояние, когда мама вот отглядывается, и нет твоей дружбы. И нет ребенка, да. Ее вообще надо было с веревкой все время себе прийти. Потому что она как хумор, и как игру делала. И я всегда с ума сошла. И первое, что думала, как закрыть дверь, чтобы никто не вышел. Знаю эти эмоции. Ну, вот как вы считаете, родители отвечают за такие ситуации? Надо отвечать, конечно. Потому что я думаю, что в нашем стране нет не столько строгих наших... Закон. Закон, потому что за рубежом намного страшнее. И придумает, как придумает. Я сама жила за рубежом и знаю, как нельзя до 12 лет оставить ребенка одного. А, даже так, да? До 12 в Америке очень строго. И я знаю, что даже сосед скажет лице, что она вышла и оставила этого маленького. Сразу сообщит, да? Сразу. Потому что это его ответственность. И он, если родители не ответственные, тогда сосед или сосед будет ответственная. А что полиция сделает сразу? Она отберет тебе ребенка и отдадут другим, которые будут все время за ним присматривать. Также в машине никогда-никогда не оставить ребенка. Потому что крадут детей. Ну и крадут, и жарко может быть в этом ребенке. Да, в мире вообще детей не хватает. Они крадут в Америке и посылают в следующие Штаты. И все, и ты никогда своего ребенка не видишь. Слава Богу, уже намного меньше я почти уже не вижу оставленных в колясках ребенка. Да, такое было, кстати. Забежала в магазин и рядом коляски. Я вообще не могу представить что-то такое, чтобы могли бы новые мамы или даже не новые. Да, молодые мамы. Потому что другие времена. Другие времена. И надо все время сторожить своих близких. А как вы думаете, нам надо так ужесточить закон, как в Америке, чтобы действительно оставил ребенка? Да, потому что не всем родителям ответственность такая высокая. То есть это может научить родителей чему-то? Да, и я думаю, что в деревне есть намного еще хуже. Также я всегда думаю о всех прудах, которые тонут. Где вода рядом, да. Да, где маленькие дети тонут. Это тоже родительская ответственность. Тебе надо тогда вокруг делать вороты, чтобы ни сосед, ребенок не мог прийти, ни твой не мог забежать. Это все на свое время. А как же мы в свое время, вот тоже наши слушатели говорили, что вот росли в свое время, там отправят тебя в деревню, да, к бабушке или дедушке. И там все бегают целый день, никто за ними не смотрит. Ну и... Бабушка как бы смотрит. Ну где она смотрит? Бабушка своими делами занимается, а там дети-то кто на озере, кто на озере. Нет, я думаю, что было в другие времена. А вот почему? Почему дети не в во дворе не играли? Спокойнее, и не было столько стресса, не было столько информации вокруг. Спокойнее, потому что не боялись? Не было столько электроники вместе, потому что электроника тебя делает нервную, и там ты научишься столько всяких ужасов. Узнаешь такую информацию, которую... Да, которую тебе не надо знать, и ты становишься очень вайлент, агрессивный. Агрессивный. Если смотришь, все время какие-то... Ну, действительно, лучше рисовать на бумаге, чем смотреть на компьютере что-то. Это тебе дают агрессию. И эта информация намного побольше, даже совсем маленькая. И они хочут попробовать. Они же не думают, что это столько... Ну, бейстом. Опасно. Да, но они... Нынешнее поколение хочет попробовать, потому что у них нет страха смерти, которые вот мы получили, потому что мы знали про войну, которая была, она коснулась всех, ну, не только война, а все вот эти страшные события, там, середины века. А у них этого нет, и они, и эти дети сейчас это ищут. Да, я думаю, что да. А вообще сегодняшние дети, вот как вам, как маме кажется, они более счастливые такие, современные дети, новое поколение? Нет, они, конечно, счастливые, потому что у них столько возможностей, и столько открыто весь мир, но для юных детей, ну, для подростков или для студентов, я думаю, намного сложнее. Сложнее, да? Сложнее. Жестче, да? Да, потому что у них очень высокая... Конкуренция? Конкуренция и ответственность, и еще перед самим собой очень высокие стандарты. И трудно достигнуть, потому что, ну, у них другие для себя эти... Цели. Цели. Я просто говорю с другими родителями, я смотрю, что вокруг они... Ну, да, они, я думаю, намного может достигнуть, но у них ужасный стресс, их день стресс. Да, ежедневно. Это даже все зубные врачи говорят, что 22, 23, ну, 20 поколений, у них все ночью зубы скрипят, потому что стресс днем... Стирают зубы. Да, столько, что у них будет, если они не будут носить эти капы, то у них будет, как у стариков, уже 20 лет, 40-50. И нормально, когда они маленькие были, никто не из треха это... Это из-за этой большой информации, которую днем они достают, и стресс ненормальный. А, то есть ты когда просыпаешься ночью и слышишь что-то скрипит. Меня удивительно. Да, это целое поколение, это целое поколение, это все зубные могут сказать сейчас о новой поколении, которая нам растет. Днем ты вообще не скажешь, что ему вообще стресс. Он спит, но ночью это все... И вот выходит все это ночью, именно видно. Да, и по всем. Да, но у них еще... Я была тоже в шоке, когда узнала их. Не может быть... Надо будет посмотреть на стресс и на зубы. И не спросить, что он может послушать. Потому что хигианисты это начинают говорить все, что это целое поколение, теперь новое. И потом я начала так анализировать и думать, почему я действительно... Но у них сложнее, они же создают не свой образ. Ну, в смысле, они создают образ в социальных сетях, которые не являются. Они сами себя еще пытаются создать и ему следовать. Ну, вот эти все селфи и так далее. А вот вопрос у меня к вам. Вот вы были блондинкой, когда мы познакомились, а сейчас брюнетка. Почему? Почему были блондинкой? Это было нужно для какой-то цели? Это вообще блондинка было очень малое время. Очень малое... И все запомнили, смотрите. И все запомнили. И почти до сих пор решили... А для чего? Не могут просить, да? Я не знаю. Был такой... Нет, было такое время. Даже все волосы у меня не было блондинок. У меня было хайлайт. И просто для конкурса или в это время все были блондинки. Теперь, если посмотреть, идут на другое, что все уже брюнетки и не столько блондинков больше... А почему? Интереснее или легче? Не знаю, наверное, маняется. Но я думаю, что... Я знаю, что мне темный подходит лучше, потому что я как художник, я вижу, что лицу моему подходит. И эта блондинка была столько... Малое время, но, наверное, столько много было в это время, не знаю, фотографий и интервью, что все запомнили мне. Но я вообще брюнетка, я когда у меня родилась первая дочка, она тоже темная и сразу стала так же, как и нам, потому что, ну, как-то пошла в нее и нормально, и натурально это становилось. Ну, вам комфортно, брюнетка? Очень комфортно, но я не хочу. А в роддоме фотографии там блондинка, по-моему. Да, там блондинка, потому что только что была Джулла, я родилась. У нас есть звонок, в гостях у нас, напомню, художница Ева Бондаре. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Андрей, отец трех детей, старшему 13, младшему 4. По поводу детей, здесь еще важный момент, еще бы пропущен. Сегодняшние дети очень смелые. Это не только на своих сыновей, но и на детей своих друзей. Дети смелее стали, они не имеют часа страха, не имеют часа ограничения, и всегда испытывают что-то новое. Поэтому приходится время быть во внимании, контролировать и следить за детьми. А по поводу того, что интернет и телевидение не влияют плохо, это тоже очень сильно заметно. Сейчас я вынужден принудительным образом, дневное время, даже когда я на работе, потому что дети сейчас с дедушкой сидят, просто физически выключаю интернет, физически выключаю телевидение, и книжки, свежий воздух, велосипеды, прогулки. И дети становятся немного спокойнее и послушнее. И по поводу социальных детей. Я вынужден тоже был сам уйти, и дети показали, что там делать нечего. То есть у нас нет ни в одной социальной сети, и дети стали тоже много спокойнее, комфортнее стало с ними и в равновешеннее. То есть сегодняшние социальные сети выбивают детей из колеи. Не только детей, кстати. Да, не только детей, но и взрослых. Я считаю, что это та пагубная вещь, которая губит сегодняшнее человечество. Сети затягивают, и люди перестают жить реальной жизнью, стремятся к непонятным идеалам. Знаете, как у вас есть и реклама. Он говорит, что море три раза за ночь. Так вот и вы говорите. Вот социальные сети – это тот факт, в котором люди порой пишут то, что они ни разу не делали, а другие читают и пытаются это сделать. Так что в родителе все не нужно быть начеком. Спасибо. Да, вот к вам вопрос тогда. Как вы находите время для детей, для картин, для искусства, когда вы… Как распределяется ваше время между детьми. Когда вынуждено много быть с мужем, потому что политик и… Во-первых, я скажу, что… Прокомментировать хотите. Прокомментировать, да. Наши дети намного смелее. Например, моя дочка, не буду говорить, которая из них, она вообще думает, что мир хороший, всем можно доверять. И действительно, она очень смелая. Думает, что она может всё. И по большинству она действительно может всё. И я боюсь от стойка. Лучше, что ты немножко пугливей, чем стойка, ну… Границы нужно показать. Да. Ну, мне кажется, это с опытом приходит только. Наверное, с опытом. Но не все. И стрих только одна стойка, которая вообще… Такая уверенная в себе, да? Да, и это тоже не всегда. И я совсем согласна всем, что сказал наш… Слушатель. Слушатель. А с этим, как я могу всё сомнестить. Когда я сама себе сказала, что это рисование, по большинству мне самое, во-первых, надо, чтобы мне была энергия, чтобы мне было сил, чтобы я могла всё остальное успеть сделать. И я каждый день рисую. Каждый день, когда дети уходят в школу, я ухожу и рисую. И первую часть дня я рисую. И потом я могу успеть всё остальное сделать. Но это большое… Планирование. 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 Органально. Да. И я всё записаю и всё время веду одного пункта другого. Я уверена, что если… То есть ваша жизнь – это чёткий план такой? Ну, по большинству да. Да, потому что по-другому нельзя. И я думаю, если будет больше детям, что делать после школы, они будут намного лучше. И у них будет намного лучше. Ну, а муж спросил разрешение? Какое разрешение? Ну, когда он был на пост президента? Ну, я всегда его поддерживаю. Конечно, это было общей… Повезло. Общей лаймом сбыть. Решение, да. Но я со самого начала всегда его поддерживаю. Ну, как вам политика? Вы сейчас вот увидели всё. Как говорится, его глазами изнутри всё. Весь сейм, как работает. Нелегко. Нелегко? Нелегко, конечно, нелегко. А у вас свой путь видите в политике? Я думаю, что оба не могут быть активны. Одному в какое-то время надо быть поддержкой и всю эту семью держать вместе. И мне повезло, что мой муж тоже новый РТ. Да, оценивает. Оценивает мой, потому что он всегда говорит, что он не мог бы работать то, что он работал. Всё равно, где политики, банки, президента, если не была моя поддержка. Потому что это тоже часть от того, что я делаю. Это часть от его работы. Так же, как утром погладиться краку. Да, рубашку. И это всё вместе. И я рада, что мы как команда можем идти и играть, и достигться на общей цели. Просто есть же семьи, где оба. Ну, Хиллари Клинтон, да. Вы же смотрите на себя сейчас. Да, вот они на каком-нибудь партийном собрании там дебатируют. Потом приходят домой. Я считаю, что с женщиной всё-таки, во-первых, если есть возможность, надо быть мамой для своих детей. Для первой очереди. Для первой очереди дети очень быстро вырастут. Не женой, а мамой? Мамой и женой вместе, наверное. Но если мама не будет рада или жена не будет рада, дети тоже не будут рады. Там всё вместе. Все должны быть довольны, да. Но, во-первых, да, твоя миссия вырастить детей, и дети вырастают очень быстро. Очень быстро вырастут. И потом ещё есть, надеюсь, время, пока ещё можно что-то достичь. Для себя ещё что-то успеть. А вы откладываете немножко? Ну, я не говорю «откладывай», я никогда так не смотрела. Я говорю, что мы вместе. То, что он делает, мы вместе делаем. И я так чувствую. Конечно, я переживаю за всё, и рада за всё, и в курсе. Но работу Мартынич домой не несёт. Всё равно я как-то слышу и вижу. И иногда даже не надо говорить или слов. Я знаю, что творится под его... Ну и как вам эта политика? Как вам эта политика? Вот оцените её, вот то, что сейчас. Если бы мне не хотелось жить в Атве, не жить дома, я бы могла говорить. Я действительно хочу жить здесь. И я действительно верю, что, может быть, что-то можно делать лучше. Потому что у меня была возможность и остаться даже два раза где-то другом. Но не хочется, хочется быть домой. А как вы относитесь к изменению планов? Вот вы всё-таки так сказали, что вы планируете чётко, довольно, да, свой день. Много надо успеть, всё. Если вдруг что-то рушится, не получается, вот вы легко как-то к этому относитесь? Ну, да, общество не рушится. Потому что я действительно уже научилась брать то, что я действительно могу успеть. Я знаю, мне уже пару раз в балкон приглашал. Но в то время я видела, что я не могу успеть и выпустить детей из школы, и быть здесь девять. Я отказала. И мы так откладывали пару раз уже. И теперь, когда все дети спят или нет дома, я наконец могла к вам прийти. Так что с годами ты умеешь уже сказать «нет». Вначале было очень трудно. И, конечно, семья циета, но та, что столько страдала, что столько ты обещаешь и хочешь помочь, но самые близкие от этого страдают. Так что ты научивайся уже как-то спланировать и сказать «нет», если действительно чувствуешь, что слишком много, день слишком коротен. Да, мне понравилось, как вы приоритеты выстроили. Вот вы сказали, вы меня приглашали, но мне надо было детей в школу. То есть в первую очередь все-таки дети. Да, да. Так и есть. Я никогда не беру перед восемь или полдевятого, я знаю. Даже мне очень-очень надо этот маникюр. И нет, другое время я все равно говорю «нет». Ну, я знаю, лучше тогда останется без. Есть женщины просто, которые в первую очередь все-таки у них работа, а потом семья. Нет, первое волосы накрасить, а потом... Здесь работа, а потом семья. Вы знаете, там не столько длина, это тогда семейная жизнь. Раньше или позже... Закончится. Закончивается. И я действительно верю в такое институции, как семья. Сегодня у нас в программе «Личное утро» художница Ева Бондера. Мы поговорили и о детях в первой части нашей программы. И вот раз у нас программа «Личное утро» называется, вот «Утро» мы всегда у гостей спрашиваем. Во сколько утро начинается у вас? Ну, как? Когда? В годе непонятного. Когда школа, тогда перед седьми, это уже поздно. До семи уже, да? Да, ну поздно, но тогда я... Но мне самой не надо быть готовой. Мне надо одеть всех и выпустить, покормить и выпустить. Я сама оставляюсь, остановлюсь в пиджаме. А в летом уже, каждый день я уже чувствую, что я могу подольше поспать. Сегодня уже казалось, что рано, пол восьмого просыпаться. Но вы всех собираете, да, вот везде, во все места, да, получается? Детей в школу, можно на работу. Одного я выезжу, другого Мартинч, потому что разные стороны и так. Ясно. Есть ли у вас какое-то любимое место в вашем доме? Какое это место? Ой, мне, наверное, везде дома хорошо, потому что я сама его сделала, сама интерьер делала и чувствую хорошо в каждом комнате. Так что у меня нет такого самого лучшего места. Если куда-то хочется там спрятаться, куда вы идете? Нет, я свою комнату, где рисую, но там тоже мне надо с сыном и с мужем делить эту комнату. Но они уже знают, если я там работаю, лучше им выйти. Потому что это рабочая комната, где мы как-то делим, потому что там и компьютеры, и книги, и мое все. И как-то по половинам, но она настолько маленькая, что там двам быть невозможно. Но все-таки там пахнет компьютером или краской? Краской, конечно. И я рада, что уже все мои семьи говорят, не воняет, но пахнет. А так было вначале, да? И пентеинов, и краской. И я чувствую, что уже мои друзья тоже знают, когда я рисовала, потому что свежий запах краски – это другой запах. И, конечно, это по всему дому идет. И они тоже уже говорят, что пахнет твой дом с масляной краской. Масляной краской, да. А какая любимая краска? Есть любимая? Нет, я люблю все краски. Ну, а где была у вас зеленый период? Нет, 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 нет. Я люблю яркие краски, люблю делать радостные картины. Картины. Да. Так что я люблю все краски. А не устаешь вот от, когда вокруг яркие цвета все время? Нет, у меня белые стены. Дома нет картин, да? Есть. Если стены белые, то тогда не устаешь, потому что я всегда думала, как человек может жить в оранжевых стенах, например? Нет, я перекрасила все стены с годами. Белые, оранжевые, зеленые. Да, были, да? Да, были. Конечно, в начале я еще не училась в академии, мы строили дом. Конечно, у меня были яркие стены, и эта самая оранжевая стена была столько, что просто один день я все перекрасила, и теперь уже весь дом перекрасен с белой краской. Я очень хорошо чувствую, потому что я могу менять картины, я могу иногда пойти с этой кисточкой и подкрасить какие-то уголки, которые уже грязные или носистые. И очень арт, чтобы все одно в одну краску. Да, к этому приходят белые. Белый цвет очень комфортный в том плане, что можно много себе позволить на нем. Да, и все на этом краске выглядит хорошо, и не надоедает. И чисто так, и воздух, кажется, есть. Да. Ева Бондарев в студии, и звоните нам, если есть вопросы, 672-12-939, 672-13-939. Да, ну вот я знаю, что когда художник работает, он какие-то свои детские или сейчас какие-то страхи, вот у него выходят в цвете, там жестокость какая-то, которая была с ним или где-то, она там, например, в зеленом цвете идет. Нет, нет, я не рисую. У вас это не терапия такая? Наверное, потому что я достаю энергию от рисования и силу, и радость. И это для моего сердца то, что я делаю. Но я никогда не рисую, когда я плохо чувствую. Никогда я не хочу плохое в своих картинах поставить. И если иногда как-то рисую и думаю о чем-то грустном, я всегда еще спрашиваю своим, не чувствую, что там что-то такое тяжелое, бедное. И если они не почувствуют, тогда я как-то отпускаю, но все равно я стараюсь не пускать плохое и негативное в свои картины. Я хочу рисовать радостные картины, чтобы люди смотрели, радовались и была хорошая энергия или так. Я принципиально не рисую тогда. Я ухожу, и мне надо тогда в людях, и как-то стараюсь это плохое отпустить. А от других картин чувствуете эту энергию? Да, я чувствую много раз. И, конечно, с этим, это мое мнение, есть, как-то сказать, легче зрителя писать. Взять, зацепить, зацепить, негативно, шокетировать. Это хороший пиар, который, вот если будет стоять в музее хорошая, там, база с цветами, и что-то ужасное, зритель будет идти, о, там все в порядке, красиво, и не будет за... А там, где будет что-то такое, ну, шокерированное, ты все время пойдешь обратно и будешь смотреть и думать, и потом еще уйдешь. Еще думаешь, что в голове творится художника, почему он что-то такое сделал. Я принципиально стараюсь, хотя это легче писать. Ну, да, легче зацепить. Затепить, легче пиар сделать, что-то с шокированным. Но я принципиально, и верю хорошему, и я вижу, что хороший тоже нужен людям. И если они заказывают, покупают и хочут моих картин, тогда все в порядке со мной. У нас есть звонок, пожалуйста, надевайте наушники. Слушаем вас, здравствуйте, пожалуйста. Пожалуйста. Алло, вы в эфире говорите. Добрый день. Добрый день. Хочу, во-первых, поблагодарить. Сегодня прекрасная гостья вас. Получаешь удовольствие. Последнее время это очень редко. Уж последнее время... Спасибо большое. Не поймешь, то ли это серный дождь слушаешь, то ли пышущая злоба эхо Москвы. А это очаровательная, умная женщина. У вас есть вопрос? Да, или просто. Я постоянно слушаю вас и учтите мнение, что у вас в последнее время очень много этих стало злобных теток и дядек. Хорошо, мы учтем, постараемся. Это вот, наверное, к тому тоже, что сказала Ива, о том, что труднее найти что-то хорошее. Удержать во внимании. У нас же в нашей профессии то же самое, в журналистике. Легче привязать какой-то, ну, скажем, зацепить какой-то такой сенсацией, какой-то новостью плохой. Есть новости. Слава богу, нет. Вы нас сейчас, конечно, упрекнули, я приняла это все во внимание, но, понимаете, вот люди сами ищут новости не о покрашенных чистеньких скамеечках, да, а о каких-то вот, ну, неприятностях, может быть, о каких-то скандалах, сенсации еще, да. Ну, у вас есть вот жанр, который вы не будете использовать? Ну, так нельзя говорить в искусстве, ты никогда не знаешь, что может, но я надеюсь, что никогда не надо будет что-то violent или агрессивное делать, и мой принцип вообще, ну, плохое не выносить из дома, потому что никто все равно не может помочь. Лучше так же, как с новостями, я думаю, что действительно на телевидении везде слишком много негативной информации. Если бы мы им побольше показывали хорошее и показывали те семьи, которые могут справиться, они бы были как, ну, пьемер, другим же. Пьемер, да. Пьемер, не оборот, что всем плохо, и все начинают верить, и руки упускаются, и думают, что всем так плохо. И, ну, это, ну, мне кажется, что никто все равно не может тебе помочь горе или каком-то беде. И даже люди от таких, люди даже от таких бегут или, ну, от греша, не хочут с такими комменциейтами. Намного больше хочут тем, которые всегда в хорошем настроении, когда все думают, ну, как-то, ну... Тянутся люди к хорошему, да, все-таки в душе. Ну, нет, если и даже есть плохо, все равно держи при себе или в доме, или в семье, стараясь как-то, ну, изжимать. Почему вот вы сказали, что не может никто помочь в беде, в горе, в несчастье? Ведь у нас, наоборот, мне кажется, такое довольно отзывчивое общество. Вот даже возвращаясь к этому случаю с ребенком, да, там же все общество поднялось и искало. Ну, там, слава Бога, что нет, что и есть, что, ну, не так ракции. Когда мы собираемся вместе, что для латыше не так характерно. И поверишь, и не хочешь комментировать, потому что ты уже в ужасе. И когда ему говорят, ну тогда делай что-то, чтобы не было плохо, или иди сам кандидай, делай что-то. Нет-нет, это не для меня, но вот для тебя критировать все время. Проще же критиковать, наверное, чем самым что-то делать. Ева Бондар и художница у нас сегодня в студии. Пожалуйста, если есть вопросы, звоните 672-12-939, 672-13-939. Да, но невозможно, если это все происходит, и это как-то не выразить в произведениях, потому что художник, он немножко опережает время, он чувствует настроение общества, настроение там, даже эта геополитика тоже влияет. Да, но я хочу позитивное искусство делать, чтобы люди действительно могли радоваться, отдохнуть и рады бы ставить мою картину в своем доме. Но у вас это, перебью сейчас, у вас это было сознательно, что вы соединили свою выставку вместе с местом, не будем его рекламировать, но с местом, где люди ужинают, где люди выпивают вино, где в аренду берут произведения искусства, чтобы... Нет, в академии мои учителя, профессоры говорили, что искусстве надо идти в людях, потому что не все зайдут в галерею, не все зайдут в музеи, но зайдут в библиотеку, зайдут в то же самое в студию, зайдут в магазине, да, и просто, если так ты можешь немножко им, ну, те, которые будут интересоваться, те зайдут и в музей, и в галерии. Но та часть, которая думает, что они интересно или не хочет, они хоть с одним глазом, или ребенок хоть с одним глазом увидит что-то. Я, например, у меня дома стоит маленький столик у телевизора, и там полно с искусственным книгам. Как новые я ставлю, ставлю, ставлю. Стоит они закрытые, стоит они закрытые, я так чувствую, нет, я открываю одну эту книгу. Альбом, да, например. Нет, не альбом, просто одну страницу, которая интересная, и положу вот перед, и я вижу, один день мой ребенок уже начинает другую как-то. Я стараюсь, если не могу, ну, силой заставить, заинтересовать, так немножко с другой стороны. И я думаю, если искусство идет в людях, будет, который, ну, увидит. Даже ребенок, который, может быть, родители не интересуются, и не выйдут на выставках или музеи, он вдруг увидит что-то и заинтересует, и, может быть, родителей пригласит. Пойдем посмотрим эту картину. Но вы очень публичный человек, вы общество, ну, не устаете, да, среди большого количества людей? Я люблю людей. И это с детства, или это как-то пришло? Нет, с детства я была намного очень теснительная, очень-очень тихая. Наверное, со временем, со бредом, я больше открылась, и я действительно люблю людей, я люблю быть в людях, я люблю город, мне надо их. Я чувствую, как сказать, дрожь. Безопасность. Безопасность. Я, наверное, люблю и верю им. Уверен на себя чувствую. Да, есть и плохие люди, и тех я тоже чувствую. Вы видите их, да? Я чувствую, я чувствую тоже их плохих, но все равно я люблю людей, я люблю, ведь в них, наверное, что-то я из них тоже беру, из какой-то... Из хороших, я так понимаю, берете. Да, едва с масонами. Да, вдохновение. Да, вдохновение, и ставлю свою, наверное, работу или свою жизнь. А с плохими что делаете? Общаетесь нет? А я просто игнорирую. Ну, это на таком интуитивном уровне, да? Да, ты не можешь совсем игнорировать, или невозможно с ним не говорить. Надо говорить. Ну, это же так, что по делу надо. Просто ты чувствуешь, и не пускаешь близко. А вы воспитываете детей, это как вас воспитывали родители, или у вас какой-то свой метод есть? Нет, я стараюсь не воспитывать так строго, как меня, потому что они были другие времена, сейчас другие. И там с каким-то, ну, райзлые гумием, вернотые гумием, вообще невозможно эти детей вырасти. Вырасти, да. Только с любовью. И они учат нас, как их любить, правильно. Да, они учат. Да, она слышит их, да. Каждый день у тебя новый какой-то, ну, типа с маленькой. Она столько тебя научит и откроет глаза. Новые уроки какие-то каждый день, да? И затянаемся. Да, вызовы. Новые вызовы. А ваша дочь была на Riga Fashion Week моделью, да? Это был дебют у неё. Да. Она вас уговаривала, чтобы вы разрешили? Или это с вашей биографией связано, что вы тоже участвуете? Нет, биография, это вдруг вот так взяла на один показ, и что-то случилось, и ей все данные, да, ну... Данные, да. Есть ей хорошая координация, хорошая стая, потому что она танцует, и... Ну, надо было ей разрешить что-то попробовать, и то, что ей нравится. А вы почему участвовали тогда? Она получила удовольствие? Всё в порядке? Да, она получает удовольствие, и нам надо просто поддерживать и любить её выбор. Ещё один звонок напоследок, да, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем, здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе утро. Дамы и господа, скажите, у меня вот два вопросика. Один странный, скажем так, один по делу, госпожа Бондера. Слушайте, понятно, что художники, люди творческие, а и черпают где-то вдохновение. Скажите, насколько вас вдохновляло, извиняюсь, вдохновляло ли вас на какие-то работы, придавало какую-то энергию, своей энергетикой наша красавица Рига, как город. И второй вопрос, как обстоят дела вот в культурной сфере в плане поддержки от государства, скажем, молодых, талантливых, амбициозных художников, которые могли бы в дальнейшем представлять Латвию, скажем так, спортивным языком, на мировой арене. Понятно, да, спасибо за вопрос, мы постараемся к пору-то ответить. Да, вы как молодые художники, когда были, вы столкнулись с этим. Я, правда, я поняла, какой из них странный, по-моему, нормальный вопрос у вас. Нет, первый вдохновляет ли Рига, конечно, вдохновляет, у нас очень хорошая, ну... Атмосфера, природа. Природа, она стойко зеленая, стойко чистая. И вдохновляет людей, даже просто с Афсаруном, Афсаруном, даря цвета мне, это тоже мне вдохновляет. И очень часто они и на мою аудаку, на мою ткань, на ткань, да, на ткань идут. То, что все, что происходит, ну, это как вопрос у меня, да, это все мне вдохновляет. Даже и концерты, даже и всякие, все равно, все. Мероприятия, все, они все, да, я очень часто, я рисую быстро, но очень долго ношу эту идею себе. Вы ношу эту идею, а потом быстро рисуете. Да, да, и вот одно вдохновление, я ее выпускаю и делаю работу. Но я очень долго-долго думаю, как... Как это реализуется. Да, как это реализуется, и как поставить получше на ткань. А второе... А второе по поддержке... Ну, трудно молодым, трудно всем художникам. Вы на себе испытали это? Я никогда не была молодая художница, потому что я начала только 30. И заканчивала... А 30 что-то? Да, молодые есть 20. Там даже есть, когда есть какие-то... Гранты, да? Да, да, какие-то... Ограничения. Ограничения до 25, до 27, 20. И мне надо было первые 10 лет поверить самой собой, чтобы... Я действительно художник, что я могу кому-то показывать и кому-то что-то спрашивать. Вторая часть... Слава богу, что у нас есть пара меценатов, которые начинают как Зузанс и как Тетерова фонд, что они уже с Академией работают. И действительно самые, я думаю, талантливые и самые хорошие достают. И слава богу, у нас есть Erasmus программа, в которой в моем курсе взяли все, которые могли взять. Я не взяла, потому что у меня была семья и слишком маленькие детей, я не могла просто оставить и на полгода уехать. Но всем есть это возможности, и Erasmus, и они действительно очень много получают от Erasmus программы. Совсем другие, прилетают обратно с другим зрением, с другим почерком. И есть, есть, но нелегко. Спасибо, Ева, у нас время истекло. И художница Ева Бондар была у нас сегодня в программе «Личное утро». Спасибо, и хорошего вам дня, и вообще всего хорошего. Спасибо большое вам. Мы тоже заканчиваем эту программу Вилли Марис Морканс. Наталья Михайлова, звукорежиссер Евгений Копей.